Я рос в обычной, очень хорошей семье. Обычная семья, обычное детство, школа, университет. Затем мне захотелось чего-то большего. И я поехал в нашу столицу, в Киев, для того, чтобы начать заниматься тем делом, которое было для меня новым. Я стал работать в рекламной компании. Деньги, азарт и все остальное затянуло меня в такую темную сторону моей жизни. То есть потихонечку я стал игроманом. Я играл в автоматы, и это сопровождалось употреблением наркотических средств. То есть те три года, которые я пробыл в Киеве, они закончились тем, что я стал системным наркоманом. Я должен был моему руководству. Все вело к тому, что просто я мог покончить жизнь самоубийством. И здесь прозвучал звонок. Сын, возвращайся назад в родной город. Я сам из шахтерского города. Как я сказал, что я когда-то закончил университет. Я вернулся в мой родной город и постарался устроиться на шахту. Но болезнь, наркомания, она уже присутствовала в моей жизни. То есть я стал очень сильно употреблять наркотики. Это длилось порядка трех лет. За это время я успел заработать такой диагноз, как гепатит С. То есть моя семья рушилась. Мой отец говорил такие слова, что жду не дождусь, когда я плюну на крышку твоего гроба. То есть все сходилось к тому, что выхода как такого не было. То есть, как я сказал, я был наркоманом, игроманом. Плюс ко всему у меня была смертельная болезнь, гепатит С. Когда я обследовался, врачи сказали, что твоя печень, она похожа на печень 40-летнего мужчины. И все идет к тому, что ты, ну как бы, ну, приведет к смерти. То есть все вело к тому, что этот медленный убийца, он в конце концов съест тебя. И здесь в мою жизнь пришли верующие люди. То есть я жил на первом этаже к тому времени, пятиэтажного дома. И ребята, они посещали домашнюю группу на пятом этаже. И когда они расходились по домам, они обязательно приходили ко мне. Радовали меня своими рассказами. И с ними я чувствовал себя очень легко. Это был первый шаг к тому, чтобы я поехал на реабилитацию. То есть я увидел то, что есть другая сторона жизни. Это позитивные люди, у которых все хорошо. И я сказал себе, да, я попробую. Первый мой реабилитационный центр был Харьков. И я покаялся на служении нашего старшего епископа Андрея Георгиевича Тищенко. То есть его проповеди очень сильно изменили мое мышление. Я и сейчас пытаюсь каждую неделю смотреть проповеди с его участием. То есть это человек, который основал движение «Новое поколение» здесь у нас в Украине. И очень сильно влияет на изменение человеческих сумок. Поэтому Андрей Георгиевич Тищенко, он внес огромный вклад в изменение моей жизни. Потому что я стопроцентно знаю, что он молится за каждого человека, который посещает церкви «Новое поколение». Ну, я продолжал употреблять наркотики. Ну, как бы, и я принял решение уже осознанно поменять свою жизнь. То есть я поехал в город Новомосковск. Однажды я увидел видеопроповедь моего нынешнего пастора Дмитрия Сергеевича Макаренко. И я так загорелся тем, что я хочу служить с этим человеком, что я сорвался с места и поехал на реабилитацию в Новомосковск. Я прошел успешный курс, закончил библейский колледж, встретил мою будущую жену и начал служить Господу. То есть постепенно из наркомана я стал обычным нормальным человеком. По истечению еще определенного времени я узнал то, что болезнь гепатит С, она была побеждена посредством молитв моего пастора, посредством постов. Ну, то есть болезнь полностью ушла из моей жизни. То есть победа была не только над наркотиками, но и над страшным диагнозом. И сейчас я хочу засвидетельствовать каждому человеку, который смотрит мое свидетельство, что у Бога нет ничего невозможного. На данный момент я являюсь счастливым мужем, счастливым отцом. Моему сыну через один месяц будет годик. То есть я победил благодаря Господу и церкви, и моему пастору, и всем окружающим людям, которые есть в моей жизни, такую болезнь, как наркомания. И диагноз гепатит С, он был также побежден. Поэтому я хочу сказать сегодня каждому человеку, что для Бога нет никаких непреодолимых ситуаций. И поэтому, если ты находишься сейчас в какой-то критической ситуации, знай, что если ты будешь с Господом, то Он выведет тебя.